всем привет дорогие друзья автомобилисты многие из вас наверняка помнят как мы в предыдущем видеоролике искали проблему моего автомобиля которая была связана с долгим запуском автомобиля с долгим запуском двигателя после ночной стоянки ну и как ни странно причину долгого запуска мы с вами быстро нашли оказалось что у нас просто разряжен аккумулятор 12 4 вольта конечно же это мало для того чтобы стартер бодро прокрутил двигатель и двигатель наш запустился конечно же после обнаружения такой проблемы решение я принял незамедлительно как каждый второй автомобилист решение этому всему было просто зарядить наш севший аккумулятор ну и после такой нехитрой процедуры казалось бы осталось нам всего лишь проверить заряд аккумулятора насколько хорошо он все-таки зарядился один вольтметр показывает 13 1 вольт 2 вольтметр показывает 13 6 вольт казалось бы аккумулятор в боевом состоянии после этого осталось лишь проверить как себя поведет автомобиль после стоянки и как вы уже видели автомобиль завелся с пол пинка но к сожалению счастье по этому поводу продлилось недолго вот что я получил на следующее утро и первое на что я начинаю грешить это конечно же утечка тока аккумулятора когда автомобиль стоит а есть какой-то потребитель утечку только достаточно легко обнаружить для этого выключаем автомобиль все потребители точно также выключаем снимаем минусовую клемму с помощью мультиметра мы легко проверяем если какой-то потребитель в режиме стоянки также если у вашего автомобиля есть центральный замок или сигнализация также рекомендую нажать кнопочку и проверить автомобиль вместе с включенной сигнализацией изначально потребляемое напряжение автомобилем возрастает но спустя 6-10 минут напряжение стремится к нулю так и должно быть если у вас будет потребитель больше чисел которые вы сейчас видите на экране у вас за ночь легко и просто может разряжаться аккумулятор в моем случае никаких проблем нет но в этом случае это никакая не утечка тока после этих всех проверок дальше что я решаю сделать запустить наш двигатель и проверить зарядку которую дает генератор в момент работы двигателя такую проверку точно также сможет сделать каждый автолюбитель у которого есть в наличии обычный мультиметр ну что ж давайте посмотрим в каком состоянии у нас генератор и как мы видим на работающем двигателе у нас никакой зарядки и нету автомобиль работает от аккумулятора в этом случае я решил обратить внимание на сам генератор генератор вращается ремень вроде бы натянут то есть никаких проблем быть не должно а зарядки нет все это как-то так становится загадочным самое интересное когда мы смотрим на приборы автомобиля никакого аккумулятора индикатора о том что есть какая-то проблема с генератором у нас не горит раз такая непонятная проблема принял для себя решение что в бой буду пускать более профессиональный диагностический прибор который мне поможет с помощью вот такого вот приборчика я решил проверить работу генератора самая печальная проблема заключилась в том что даже вот такой вот приборчик никаких проблем и неисправностей генератора не обнаружил какой бы список данных я не открыл бы везде твердилась одно и то же что генератор и механические части генератора находятся в исправном и идеальном состоянии да как-то странно все все работает все исправно согласно этому прибору а зарядки нету даже несмотря на то что я в некоторые моменты очень сильно стал газовать автомобилем и некоторые изменения есть но чтобы назвать такие числа зарядкой аккумулятора это просто смешно нормальная зарядка аккумулятора без потребителей 13 9 14 4 вольта ну и после этих диагностика но как-то и не удивительно почему после ночной стоянки с такой зарядкой автомобиль не хочет запускаться решение всему этому после этих диагностик было принято незамедлительно снимать генератор с этого автомобиля но здесь у меня появляется очень серьезная проблема все дело в том что именно у этого автомобиля генератор лучше всего снимать снизу а так как у меня в гараже нету ямы я решил поехать к своим друзьям на сто где есть подъемник и все остальное после всех проверок и диагностик которые мы с вами сделали с этим автомобилем грешить на что-то иное кроме как генератор это очень глупое решение ну и наконец-то мы с вами добрались к тому месту где нам легко и просто снимут наш генератор заранее заезжаем в бокс который приготовили именно для нас и поднимаем наш автомобиль и начинаем деребанить чтобы снять генератор с этого автомобиля нужно разобрать как минимум пол автомобиля именно поэтому я не люблю новые современные автомобили тем временем обратил внимание на условия в которых пацаны ремонтируют автомобиль в таких условиях приятно разбирать и чинить свои автомобили согласитесь приятно когда везде убрано и чисто а также под руками находится весь подходящий инструмент пока парни добираются к генератору посмотрите в каком состоянии находится балка у этого автомобиля автомобиль 12 года но состояние задней балки оставляет желать лучшего я бы сказал бы она полностью сгнила складывается такое ощущение что если взять тонкий острый предмет с легкостью такую балку можно проткнуть насквозь иначе никак это все не объяснишь именно поэтому говорят чем новее автомобиль тем хуже у него качество тем временем снимает все возможное для того чтобы добраться к нашему генератору чтобы снять генератор с этого автомобиля для начала нужно открутить и снять компрессор кондиционера а только там вот выше у нас находится генератор процессе разбора своего автомобиля тщательно обращаю внимание на все детали и узлы которые можно было бы заменить и здесь мы все вместе обратили внимание на натяжной механизм ремня генератора что-то очень сильно он нам не понравился вернее то как он делает свою работу что-то хрустит подклинивает и не возвращается на свое нормальное привычное место а если возвращается то с каким-то трудом то есть получается так когда работал наш двигатель этот натяжной механизм хотел натягивал ремень генератора А хотел не натягивал ремень генератора Странно, но когда я проверял ремень генератора Все было натянуто Возможно этот натяжитель ремня генератора и есть виновник той проблемы По которой у нас не было зарядки В любом случае принял для себя решение не экономить Раз уж автомобиль висит на подъемнике в разобранном состоянии Я решил менять все то, что мне не нравится Как ни странно, если среди вас есть такие автомобилисты Которые захотят задать вопрос, а почему же генератор было не вытащить сверху Я вам сейчас все прекрасно покажу Здесь единственное, что мешает открутить один единственный болт генератора Это топливный фильтр, вернее его корпус Ну и наконец-то мы приступаем к штурму самого генератора Как ни странно, при попытке вытащить этот генератор с автомобиля Он не подается Он упирается во все новые и новые детали и элементы этого автомобиля Нашего пациента мы пробовали проворачивать на 360 градусов Для того, чтобы его хоть как-то попытаться вытащить Ни в коем случае он не поддался такой провокации и не вылез Именно по этой причине мы все вместе пришли к такому выводу Что мы очень мало разобрали автомобиль Как говорится, вытащить генератор пробовали по очереди Из трех человек не смог и не получилось ни у кого Поэтому было принято решение снимать вентиляторы охлаждения Которые мешают нам вытащить наш генератор При попытке достать или вытащить наш генератор Генератор упирается вот в такую вот крыльчатку Или вентилятор охлаждения И появилась очень большая вероятность того Что если применить к этому всему силу Его с легкостью можно сломать Поэтому было принято решение его снять Заднюю балку этого автомобиля вы все уже прекрасно видели Хотел бы обратить ваше внимание на то В каком состоянии находится у нас автомобиль под днищем Как раз подвернулась вот такая вот возможность Показать в каком состоянии у нас находится дно этого автомобиля И как мы видим местами уже начинает проявляться ржавчина Не критичная Но все же Снимаем вместе с вами Карлсона Который нам мешает достать генератора И опускаем его аккуратненько в то место Где его никто не сможет повредить Вместе с этим достаем нашего пациента На который мы с вами и грешили Визуально генератор находился в идеальном состоянии Ничего не трещало, не воняло и не приклинивало Да и вращался практически двумя пальцами А вот натяжной механизм ремня генератора Оставлял желать лучшего Пружина, которая находится внутри, лопнула Здесь уже было понятно, что натяжной механизм Мы с вами купим новый А вот генератор, пока он снят Я хотел бы все-таки отправить на ревизию Для того, чтобы его потом не снимать с автомобиля Именно по этой причине, пока мы будем с вами разбираться с генератором Автомобиль остается здесь Собираем наш с вами автомобиль Все оставшиеся элементы Ему в багажник, все это дело закрываем И выпихиваем наш автомобиль на парковку Где он будет стоять и ждать того момента Как мы с вами разберемся с генератором А только после этого Начнем собирать все в обратном порядке Тем временем у автомобиля будет такой вот небольшой мини-отпуск В котором он сможет отдохнуть вместе с другими машинками И первое вскрытие генератора показывает нам В каком состоянии коллектор ротора Следующее, на что нам нужно обратить внимание Это на то, в каком состоянии у нас находится щеточный механизм Вместе с щетками в этом же узле у нас находится реле-регулятор напряжения Который отвечает за стабильность напряжения в системе автомобиля Судя по всему, дорогие друзья Генератор у этого автомобиля никто и ни разу еще не вскрывал Ну и раз уже все разобрано Я решил сделать полную ревизию своему генератору Купили новый коллектор, который будем устанавливать на свое родное место И вместе с этим, конечно же, я купил новый механизм Который натягивает ремень генератора Посмотрите, в каком состоянии у нас новый И посмотрите, в каком состоянии у нас старый Видно, где и в каком месте он лопнул Могу смело утверждать, что вот из-за такого вот поврежденного механизма У вас не будет зарядки, а ремень будет проскакивать или скользить неправильно И также купил новые подшипники, которые заменю в своем генераторе Итак, процесс реабилитации моего генератора уже начался Первым делом сняли коллектор И посмотрите, в каком состоянии он находится Очень большая выработка Дорогие друзья, человек, который занимался моим генератором Абсолютно мне не знаком Поэтому наглеть и снимать у него дома я не стал Все делал он без моего присутствия В конечном итоге генератор мы проверили на стенде в несколько этапов И вот наш генератор здесь После того, как мы забрали с вами автомобиль с СТО Мы проверяем первым делом зарядку И вот как мы видим то, о чем я вам говорил Зарядка 14,4 вольта Это без потребителей Это просто замечательная зарядка И точно так же в салоне, в прикуривателе Мы видим точно такие же числа После этого всего включаем все возможные потребители Я в своем случае включаю фары, кондиционер Ну и также можно включить, например, подогревы сидения Для того, чтобы по максимальному нагрузить наш генератор И посмотреть, как справляется с нагрузкой он в этом случае И мы видим никакой просадки особо критической у нас нет Просто замечательная работа Но всему этому радовался я недолго Однажды ехал по городу и заметил вот такую вот Совершенно нелепую картину после ремонта Такое характерно для новых автомобилей Вы едете себе и никакого индикатора о том, что у вас пропала или исчезла зарядка нету Но смотрим на прикуриватель На прикуривателе у нас никакой зарядки нету А как это так? После ремонта генератора у нас нет зарядки Что это такое могло случиться? И никакого индикатора о том на приборной панели, что зарядка отсутствует, просто нету И вот здесь, когда мой генератор был снят Я обратил внимание на то, что на генераторе установлена обгонная муфта Еще тогда я очень сильно удивился Зачем она там нужна? Открываем капот нашего автомобиля И обращаем свое внимание на аккумулятор У автомобилей, выпущенных после 2010 года Устанавливается вот такая вот фишка на минусовую клемму аккумулятора По правильному это называется датчик EBS Если говорить другими простыми словами Это умная клемма аккумулятора Еще и некоторые ее называют интеллектуальная система зарядки Которая устанавливается на автомобиле с 2010 года Поэтому вы можете смело открыть капот у своего автомобиля И обратить внимание на минусовую клемму Этот датчик оценивает текущее состояние аккумуляторной батареи Он встроен в минусовую клемму Измеряет ток заряда и разряда Напряжение аккумулятора, внутреннее сопротивление И температуру аккумулятора Теперь давайте посмотрим на реальный пример Как она работает Без потребителей у нас никакой зарядки нет Как только я включил подогрев сидений Вы видите, что происходит на вольтметре Генератор начинает работать Как только я выключаю подогрев сидений полностью Зарядка как будто исчезает Но на самом деле никуда она не исчезает На самом деле это очень полезная и хитрая функция По той причине, когда мы выключаем потребители У нас аккумулятор заряжается минимальным напряжением Для того, чтобы он не закипал и не выкипал И как только нам понадобился какой-то потребитель В таком случае у нас начинает работать полноценно генератор Чтобы не заряжать аккумулятор без толку Но вся проблема умной клеммы заключается в том Что если вы тот автомобилист, который в день проезжает не больше 30 километров То у вас не успевает заряжаться аккумулятор Тем напряжением, которое выдает генератор В своем случае я использую автомобиль в коротких поездках Где очень часто приходится останавливаться Запускать автомобиль и точно так же его глушить И вот что я получаю с утра Если вы, как и я, используете свой автомобиль на короткие дистанции Короткие поездки С этой клеммой у вас каждое второе или третье утро У вас не будет запускаться двигатель От того, что аккумулятор разряжен И просто отсоединив эту клемму Вы никак не решите проблему Чтобы решить данную проблему Просто отсоединив фишку Вы ничего не добьетесь Зарядки не будет вообще Если вы хотите, чтобы у вас была полноценная и постоянная зарядка Первым делом отсоединяем клемму Такая функция не нужна зимой Ну а летом она наоборот Принесет больше пользы, чем вреда Включаем нашу программу И нажимаем кодирование блока Если у вас нету такого оборудования Вам лучше обратиться к специалисту Не стоит лезть к этому всему Не зная всех этих правил и функций Чтобы даже на некоторое время отключить вам эту функцию Вам нужно зайти в блок управления И желательно выучить на память Или где-то записать код автомобиля Который прописан на данный момент в этот блок Код, который вы видите сейчас на экране Это код, который активирует эту функцию Интеллектуальной системы заряда А ниже вы видите код, который нам им нужно будет ввести Для того, чтобы ее деактивировать Это код автомобиля, которая изначально с завода была без этой функции Эта функция нужна для того, чтобы продлить срок службы Вашему аккумулятору Но если вы используете автомобиль на короткие дистанции То с помощью такой функции вы наоборот быстро угробите свой аккумулятор По той причине, что он не будет у вас на коротких дистанциях успевать заряжаться И будет постоянно в разряженном состоянии Вот так вот, дорогие друзья